Ну что, ты готов? Все-таки это придется сделать Да, и с этим тоже разберемся Не сомневаюсь, ты точно О, ты уже снимаешь? Макс, подожди, я сейчас с народом поздороваюсь как следует Всем привет, это Ксю и канал Родом Ошнур Вы думаете, это будет обзор на Таху? Вот, сегодня с нами Макс, и он настроен очень серьезно Мы находимся в таком месте, последний раз в котором Меня могли видеть больше 10 лет назад Но в котором каждый мотоциклист побывал хотя бы раз в жизни И испытал здесь массу эмоций От щенячьего восторга до глобального разочарования Да, вы все поняли правильно Мы находимся в мотошколе Вот этот мощный, брутальный дядька Режиссер монтажа Музыкант Отец четверых детей По совместительству участник бородатой команды Так вот, он никогда в жизни не сидел на мотоцикле Правда? Да Но ни разу не стесняется поучиться и попробовать И сегодня мы поставим эксперимент Чему можно научить абсолютного новичка за один день Ну что, готов? Да Супер! А вот наш инструктор идет Кстати, его зовут тоже Максим И он умеет не путаться во всех этих конусах Знает как надо И информацию передает практически телепатии Так что я не сомневаюсь в успехе мероприятия Удачи! Пойдем Сейчас вот куртку сниму И буду смотреть Как устроена современная мотошкола Нас-то учили Совсем иначе Да, здесь эссортимент совсем другой Хоть такой, хоть такой И ни одного отечественного мотоцикла, между прочим И даже на автомате есть То есть на вариаторе Для любителей А что? На таком тоже можно? Тоже учат? Если очень захотеть, то можно и на таком Меня зовут Сергей Я руководитель этой мотошколы О, как здорово! А я в мотошколе была крайний раз 11 лет назад Но очень интересно мне посмотреть Как нынче-то это происходит На чем учат И как вообще выбирается На чем вообще можно Вот пришел человек Он ни разу ни на чем не сидел Что ему дают? Но вряд ли ему стриталайнеры дадут? Сразу не дадим Для начала нужно посмотреть что-то более простое Например, мотоциклы объемом до 250 кубических сантиметров Мы используем мотоциклы марки Yamaha и марки Honda Ну, самое простое, самое надежное Их, наверное, и не сломаешь особенно-то Хотя пытаются очень Так они для этого сюда и приходят Они же не будут свои ломать Да, в мое время все было другое Не только техника, но и площадка Помнится, чтобы получить заветную категорию А Было достаточно проехать восьмерку, змейку Коридорчик был, по-моему, с медленной ездой И где-то дозволялось переключиться на вторую передачу И при остановке поднять руку Что-то ведь изменилось сейчас Я смотрю, тут площадка просто глазом не охватит Да, несомненно Много что изменилось, увеличилась площадь Экзаменационной программы Увеличились скорости Хотя некоторые упражнения Остались примерно такими же, как и были Восьмерка и змейка О, добавилось скоростное маневрирование Теперь надо не просто Уметь разогнаться А и маневрировать на второй передаче А, и как бы и не заглохнуть И не свалиться на первую А как-то это индицирует То есть где-то кто-то, инструктор или же экзаменатор Они видят на какой передаче ты едешь? Да, инструктор и экзаменатор видят на какой передаче мы едем Но главный критерий прохождения скоростного маневрирования Это время А, все просто Если человек не уложился во времени Видимо, что-то он делал не так Да Так, восьмерка, змейка, скоростное маневрирование Что еще? Габаритный коридор Надо проехать по узкому пространству Гараж Надо уметь взять мотоцикл За руль Вот это нас вообще не учили никогда Я до сих пор делаю достаточно странным способом Ну ладно Ну что, раз права у меня есть уже целых 11 лет Значит, я явно должна уметь проезжать любую площадку Раз я допущена к управлению двухколесным транспортом с мотором Так вот, дай же мне что-нибудь, на чем я могу попробовать это сделать Пойдем выберем А пусть будет вот это Отличный выбор Ямаха ТВ-200 Малыш, Ямаха ТВ-200 Объем 196 кубиков Всего 16 лошадок и 15 ньютон-метров пятящего момента Простенький, легенький, с толстенькими колесами двойного назначения Будем пробовать Субтитры сделал DimaTorzok Да ну все, жопа Взгляд дальше Ну чисто фактически я это сделала Вот такого точно не было Что надо, значит, остановиться, заглушиться, слезть из него и аж он туда утащить Вообще их положено таскать немножко по-другому Но я уже переучиваться в этом моменте точно не готова А еще нужно вот так его, блин, поставить Сделать вот так Нет, не умею я на ваших маленьких узких ограниченных пространствах Ну тесно мне тут Ну тесно, я не представляю, как вот это вот все Вот как, вот в городе вроде все то же самое, но намного проще При определенных умениях можно проехать эту площадку на любом мотоцикле Ну как на любом, вообще на любом Вот даже на этом можно Можно И вот прям сам, вот сейчас, прям, вот прям сейчас Вот прям сейчас на камеру сможешь проехать Да А вот я буду смотреть, поехали Большой железный, это у нас никто иной, как Yamaha XV 1900 Roadliner Объем, как и положено, 1900 кубиков 100 сил, 155 крутящего Почти 2,6 метра в длину 330 килограмм веса И да, все это богатство у нас грозится исполнить школьную площадку Кубик teachers И да, все это проще О, как она trust, отвращаюсь И там В это хありがとうございます Уталий Вот это Процесс Только Ось Прямо Так Да Постанадцать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На нем явно должно быть удобно новичку на площадке Ну что, Макс, одев экипировку, присаживаемся на мотоцикл Мы сейчас попробуем на месте сначала попереключать передачи, не в движении Приноровимся и после чего уже начнем по катушке Обе ноги ставим на подножке, взгляд направляем вперед, как будто бы мы находимся в движении И потихонечку, да, включаем первую, отпускаем плавно сцепление Следом выжимаем сцепление, еще вторая, отпускаем сцепление вверх Третья, вверх, отпускаем Четвертая Еще раз пятая На все деньги летим И торможение поехали Четвертая Третья Еще раз вниз пониженная И первая сцепление Ну что, Макс, если готов, переходим к практике Спускаемся с центральной подножки и выравниваем мотоцикл Ну что, начинаем движение Выжимаем сцепление Включаем первую передачу Взгляд направляем в точку движения И плавно, по чуть-чуть отпуская сцепление Немного добавляем газ Как только сцепление будет отпущено полностью Газ, естественно, закрывается Чуть-чуть газа Зафиксируй газ Открытый немного По звуку ориентируйся, глаза впереди И мягко отпускаем сцепление Чуть-чуть добавляя газа Прекрасно, 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 прекрасно Отпускаем сцепление Закрываем газ Отлично Это самый лучший старт Сереж, расскажи мне, пожалуйста Вот волнует меня вопрос Научить можно вообще кого угодно? Или все-таки есть такое, что кому-то дано, а кому-то не дано? Изначально, конечно, есть предпосылки Что человек будет учиться легко и трудно Но научить можно любого человека При определенных затратах времени и средств Ну, а в среднем Сколько времени занимает, чтобы научить среднего человека Среднего новичка с полного нуля До успешной сдачи экзамена? Порядка 10 занятий По одному часу Всего лишь-то Что-то мне казалось это гораздо сложнее Но, видимо, так А как вообще ты относишься к современным требованиям сдачи на права? Вот все, вот то, что мы сегодня проезжали Вот эта площадка Вот этого достаточно, чтобы успешно и безопасно ездить по дорогам? Считаю, что недостаточно Нужно больше сложных упражнений Нужно больше скоростных упражнений Потому что данный комплекс Он, конечно, стал немножко лучше, чем был 10 лет назад Ну да, но все равно И все равно есть еще, как усложнять эту систему Ведь если мы посмотрим мировой опыт Там значительно сложнее программа уже государственная Да, там государственная программа Что в Швейцарии, что в Англии Там, во-первых, площадка Во-вторых, там город Причем город и групповой Там они по скале соединяются Инструктор ездит вторым номером И в зеркала смотрит Куда смотрит ученик А ведь взгляд это одно из важнейших Как бы параметров Как думаешь, почему у нас этого нет? И вообще, когда мы к этому придем? И придем ли? Я искренне верю, что мы придем к этому Но, к сожалению, не в ближайшем будущем Почему? Потому что надо очень много в законодательстве менять моментов Сейчас у нас запрещено человеку без водительского удостоверения Выезжать за пределы площадки То есть учебной езды по городу на мотоцикле не существует Ее не существует, но ее же очень-очень нужно Это просто необходимо Да, я согласен Потому что даже если мы катаемся здесь перед сдачей Даже если мы тренируем наши навыки после сдачи То у нас нет самого такого понятия, как прикатать в городе Прикатывают в городе друзья, товарищи Но это никак не регламентировано, как учеба К сожалению Пока все идет от человека Если человек стремится, если человек хочет ездить хорошо Он инструктору в школе говорит Я хочу ездить Я хочу ездить уверенно Я хочу ездить хорошо И мне надо больше Мне надо больше И тогда мы его, конечно, развиваем А если человеку надо Мне вот тут чуть-чуть, пару часиков Только экзаменционку А дальше я уже сам Ну, такие сами очень часто всплывают в разных сводках Но мы об этом не будем О грустном достаточное видео И я снимаю И вообще об этом говорится Как вообще в двух словах попробую сказать Как нужно учиться И как нужно ездить Чтобы делать это максимально безопасно И как можно дольше оставаться в седле Нужно серьезно к этому подходить Многие сейчас серьезно подходят к выбору экипировки Вкладывают сотни тысяч Ну, слава богу хотя бы А в обучении вкладывают по минимуму Лично я считаю, что нужно перераспределить это И первично все-таки навыки управления мотоциклов А уж потом все остальное Если человек хочет ездить долго, счастливо Получать от этого удовольствие, а не проблемы Он должен, конечно же, пройти весь путь самурая И овладеть этим железным агрегатом Мне очень нравится философский подход И чем больше я разговариваю с Сергеем Тем больше я понимаю, что вот-вот Вот пока зима и пока что Да в принципе приду я и потренируюсь Ну что, делаем остановку Красавчик! Вот, собственно, мы и прокатились Попробовали старт, движение И остановку уже на мотоцикле Слушай, ну я смотрю, ты прям поехал Ты прям берешь и ездишь Че скажешь-то? Ну, здорово, здорово Почти как велосипед Педали нету, едешь сам Ну, все, такими темпами Походу мы в следующем сезоне будем тебе мотоцикл выбирать Продолжайте Ну что, вот мы с вами и посмотрели Как выглядит нынче современная мотошкола И подтвердили в очередной раз вечную истину Что учиться никогда не поздно И всегда и всем есть чему Наш брутальный дядька уже ездит Сам Вот прям с первого раза А научили его этому В школе Мотобутова Если кто-то уверен, что два колеса Это то, что ему нужно Вообще я никому никогда не советую Но Если очень-очень хочется То я знаю, где вас могут этому научить Ссылочка под видео А мы с вами увидимся в следующую среду Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok